Доброе утро. Вы не позавтракали. Доброе утро. Спасибо. Вы не позавтракали. Сегодня вы взяли пост, да? Тоже хорошо. В воскресенье, ради того, чтобы слово было слышно, взяли пост. И вы хорошо себя чувствуете? Да. Правда? Почему вы хорошо себя чувствуете? Есть одна причина. Потому что вы пришли на служение. Аминь. Смотрите, болезнь, да, она очень боится прийти на служение. Почему? Потому что Иисус любую болезнь, Он что, победил. Изгнал, да? Исцелил. Даже смерть только победил. Поэтому болезнь, она где-то ходит там, но она боится прийти. Потому что Иисус ее что, победил, да? Изгонит. Поэтому она осталась там где-то. Не знаю, на работе у вас, да? Может быть, даже в транспорте, в доме, я не знаю где. Но сегодня Господь это вас помиловал, вы пришли. Но болезнь не смогла прийти. Потому что она боится Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Я полностью об этом говорила. Те люди, которые долгое время болели. Была такая женщина, страдавшая кровотечением. 12 лет. Вы помните? Она болела. И стащила все имение на врачей, да? Но когда она пришла к Иисусу, тогда что произошло? Ее болезнь убежала от нее. Она прикоснулась к одежде Иисуса. Болезнь, это очень, да, испугалась и убежала. Поэтому вы сегодня пришли, чтобы прикоснуться к одежде Иисуса. Аминь. Уже болезнь убежала от вас. Вы самые блаженные, да? Поэтому вы молитесь за тех, которые не пришли. Причем? Чтобы от них тоже руки убежала. Чтобы они верой преодолели ту болезнь, да, которую они сейчас имеют. Точно Бог нам никогда плохо не делает. Бог возлюбил нас. Но одно Он хочет, чтобы мы принимали Его Слово. Простое Слово даже мы не можем принимать. И апостол Павел вам сказал. Доброе, которое хочу, не делаю. А злое, которое не хочу, делаю. Уже не я делаю, а живущий во мне грех. В Риме так написано. Вот этот дух противления, да, мы сами не можем от него свободиться. Только когда мы открываем душу перед Иисусом, Иисус может изгнать. Изгнать. Этот дух противления, который мешает нам принимать Слово Господа вместе с ним в хорошее отношение. Поэтому сегодня просто открывайте душу перед Словом. И Слово, это даже, я не знаю, это целебная вода, живая вода. Это самый лучший антибиотик, да, или самые лучшие витамины. Да, это самое, да, как хотите, так представьте. Но если вы принимаете, точно болезнь противления, болезнь греха уйдет из вашей души. Аминь. Поэтому давайте мы откроем Библию. И сегодня мы прочитаем вторая книга «Царство», девятую главу мы не читаем. Страница 335. Вторая книга «Царство», девятая глава. С первого стиха «И сказал Давид, не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость ради Иоаннафана. В доме Саула был раб по имени Сива. И позвали его к Давиду и сказали ему, царь, ты ли Сива? И тот сказал, я раб твой. И сказал царь, нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость Божию. И сказал Сива царю, есть сын Иоаннафана, хромой на маме. И сказал ему царь, где он? И сказал Сива царю, вот он в доме Махира сына Аминьелова, Владывали. И послал царь Давид, и взяли его из дома Махира сына Аминьелова из Лиладывара. И пришел Мефивосфей, сын Иоаннафана, сын Саулова, к Давиду. И пал на лицо свое и поклонился. И сказал Давид Мефивосфей, и сказал тот, вот раб твой. И сказал ему Давид, не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана. И взорвшу тебе все поля Саула, отца твоего. И ты всегда будешь есть хлеб за моим столом. И поклонился Мефивосфей и сказал, что такое раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я. И призвал царь Сиву, слугу Саула, и сказал ему, все, что принадлежало Саулу и всему дому его, я отдаю сыну, господина твоего. Итак, обрабатывай для него землю, ты и сыновья твои, и рабы твои, и доставляй плоды ее, чтобы у сына господина твоего был хлеб для пропитания. Мефивосфей же сын господина твоего всегда будет есть за моим столом. У Сивы было пятнадцать сыновей и двадцать рабов. И сказал Сива царю, все, что приказывает господин мой, царь, рагу своему, исполнит раб твой. Мефивосфей ел за столом Давида, как один из сыновей царя. Достаточно. По одиннадцатый стиль. И, знаете, когда мы проводим свою духовную жизнь, ошибка многих людей, первое, то, что они смотрят на себя. Я такой человек? Я что сделал плохо? У меня какие недостатки? У меня какие ошибки? И другие люди, они смотрят на себя, и они видят, я что сделал хорошо? Я покаялся, исповедовался, я служу Господу, я бросил пить, курить. Поэтому, какие у меня преимущества? Но духовная жизнь заключается в том, чтобы мы не смотрели на себя, а мы смотрели на Господа. Мы смотрели на то Слово, которое Он скажет нам. И верой это Слово принимали. Мы такие люди, которые от рождения мы принимали только свои мысли. Мы жили по этим мыслям, по своим желаниям, по похотям. И у нас такая привычка уже есть. У вас есть такая привычка? Да. Да, это у всех людей есть. У тебя нет? Скажи тогда, кто-то у тебя есть? Есть. Но в церкви, когда мы находимся, слушаем Слово, тогда мы эту привычку меняем. Поменять привычку, это нелегко. И у нас появляется новая жизнь, это слушать то, что говорит Господь. Конечно, сто процентов мы не можем все слушать, все принимать, потому что есть дьявол, который обманывает нас. Но мы этому учимся, мы стремимся и возрастаем духовно. Знаете, у кого-то есть привычка, самая страшная привычка, это не слушать других, а слушать себя. Если человек, вот эту привычку он оставляет, тогда это портит все. Он не может ничего получить от Бога, он не слышит Его, он не может получить от церкви тоже благословение. Он сам работает как Каин и в итоге мучается и страдает. Поэтому именно в церкви помогает нам избавиться от этой привычки слушать себя. Потому что мы сами не можем поменять и избавиться от этой привычки. Поэтому нам не нужно смотреть на себя, то, что мы сделали хорошо или мы сделали плохо. Нам нужно смотреть на Господа, что Он говорит, что в Его сердце есть. Потому что Бог невидимый, мы не можем видеть Его сердце. Но Он свое сердце написал нам в Библии. И через разные истории Он показывает. Если мы принимаем это Слово, которое говорит Бог, мы становимся по сердцу у Господа. И тогда Божественная сила Господа, она начинает действовать в нашей жизни. Аминь. Вы же хотите, чтобы Божественная сила действовала. Правда? Многие молятся за это, постятся, даже Библию на память изучают. Конечно, все это нужно делать. Но самое важное условие, это когда мы принимаем Слово, вера. Это и есть соединение с сердцем Господа. Но если даже маленькое Слово одеть маску человек не принимает, тогда как может принять большое, принести сына в жертву? Как Авраам, правда? Вообще это невозможно. Как маленькое Слово не опазывает на служение, не принимает? Как тогда серьезное Слово может быть? Как Моисей, иди, вы, иди, народ из Египта. Может принимать? Никогда. Поэтому в церкви мы учимся именно маленькое Слово принимать. Думая о душе Господа. И тогда наше сердце становится единым. Аминь. Эту историю, знаете, я слушал 17 лет назад, уже 18 лет, когда я получил спасение от греха. И тогда я пришел первый раз на индивидуальное общение. И пастор Ли Хунду, который служит главным пастором сейчас СНГ в Москве, он проповедовал мне индивидуально. И он очень плохо говорил на русском языке, потому я мало что я понимал. Но он нарисовал мне картину. И знаете, эту картину я сохранил до сих пор. Просто на листике нарисовал что-то. Я смотрел, 80% я не понимал. Но я каждый раз сказал, аминь. Я принимаю. Аминь. Я принимаю. Хотя не понимаю, но аминь. Я принимаю. Это и есть духовная жизнь. Это просто, скажите. Хотя не понимаю, но сказать аминь не одеть. Да, Машку? Это очень просто. А зачем? Я не понимаю, зачем. Но если Бог говорит, я скажу аминь и так сделаю. Это очень просто. И даже сейчас я смотрю на этот листик, я даже не могу половину расшифровать, что он рисовал на ней. Но потом много раз эту историю я слушал тоже. Эта история глубоко в моей душе живет. Недавно через Маханаим мы тоже слушали повторно эту историю. Знаете, когда мы начали учиться, 18 человек в нашей церкви. Я думал, у нас будет запись на свидетельство. Те люди, которые слушают, они как наша сестра, не смогут держать это слово. Они будут хотеть свидетельство. Они будут записываться на следующее воскресенье или на среду. Да, тогда мне придется вести учет. Но странно так не происходит. Почему так не происходит? Потому что у нас нет такой привычки слушать слово Ома. Поэтому давайте вместе мы будем эту привычку через Маханаим тоже вырабатывать. Есть привычка у вас делать зарядку по утрам? Нету? А у бабушки Оли появилась. Когда она заболела коронавирусом, у нее появилась привычка делать зарядку. 80, сколько лет? 85 лет она делает зарядку. Почему она такую привычку развивает? Знаете, 85 лет это легко? Нет. Вообще не легко. Но она делает. Мы позвонили, бабушка Оли как бы. Нормально зарядку делает. Я думаю, первый раз. 85 лет человек болеет коронавирусом. Душа вообще здоровая. И ты зарядку делаешь. Я думаю, следующее воскресенье она будет участвовать на службе. Ее место пустое сегодня. Почему? Потому что душа принимает слово Господа. Реагирует на слово Господа. Ну, у некоторых мертвая душа. Мертвая, это не реагирует. Это мертвая какая? Как у блудного сына. Отец сказал, был мертв. Он физически был живой, да? Но почему он был мертв? Слушал себя. Вот этот путь весь, который он шел, да? Он каждую минуту, каждый день слушал себя. Поэтому отец поставил диагноз. Он был мертв. А сегодня что? Озер. Почему озер? Начал слушать меня. Одень одежду, одел. Одень обувь, одень перстень, одел. Давай будем кушать от кровной теленки. Аминь. Да, все кушали. Вот это духовное состояние. Смотрите, мертвое духовное состояние. Это человек слушает себя. И у него дух противления действует. И он противится церкви. Слухи больше ему, да? Всему противится. Потому что он не может по-другому. Кто заболел, да? Тогда температура идет. Почему? Он не может по-другому. Он болеет. Кто болеет грехом, он доверяет себе и всегда противится церкви. Он не может по-другому. Потому что он болеет. Доверяем себе. Это и есть грех для Бога. И когда человек освободится, доверяя себе, к нему придет вера в Слово Господа. Вера в то, что говорит Слуга Божий. Вера, как церковь проводит нашу жизнь. И тогда будет совсем другой результат. Радостный. Понимаете? Как у бабушки Оли. В 85 лет. Зарядку. Я думаю, не только, а еще гимны поют. Во время зарядки. Правда? Если детских научили, я думаю, она и детских гимны будет тогда. Вместе с зарядкой. Дети наши с движением тогда делают. Поэтому здесь, смотрите, есть Мимфи и Васфей. Мимфи и Васфей, его душа, чем была наполнена? Всю эту историю. Страхом. Знаете, мы сейчас проводим конференцию для христианских лидеров. Надо все преодолеть. Первое, что преодолеть? Страх. Дьявол, да? Он управляет страхом. Людьми. Вчера я ждал на клуб в ноль. Они не пришли. Я думаю, странно, почему бы они не пришли? А у них страх. Потому что красная зона. Но, слава Богу, на служение вы пришли. Если мы все меры предосторожности, соблюдаем маску, одеваем руки, дезинфицируем расстояние, тогда какая проблема? Бог хранит нас. На клубе тоже мы участвуем. Вчера ждал, ждал, они не пришли. Начинали. Поэтому, сатана страхом управляет. Поэтому жизнь и филосфия была наполнена страхом. Какая причина? Какая причина? То, что он жил отдельно от Давида. Заключен в своих мыслях, в доверии себе. Он был в таком месте. Но, когда он встретился с Давидом, и Давид ему свидетельствовал о своем сердце, что есть в его сердце. Страх ушел. И он стал каким-то счастливым человеком. Поэтому, почему? Почему наша жизнь часто наполнена страхом и переживанием? Не потому, что есть какие-то условия или обстоятельства. Пандемия или бедность или еще что-то. Не поэтому. Потому, что наше сердце отделено от Господа. Из-за этого мы страдаем. Мы не имеем счастья. Но, еще один момент общий скажу. Основной момент. Как, да, в мифе и филосфее, он мог освободиться от этого страха? Что он делал для этого? Сам он что-то делал? Смотрите, он сам ничего не мог сделать. Сколько бы он ни старался. Я не хочу бояться. Я толстую стену построил. Да, Владиварь. Еще что-то. Я подземелье себе вырую. Ты куда спрячешь? Все равно в его душа что был? Страх был. Понимаете? Мы хотим изменить обстоятельства. Защищать себя чем-то. Но. Но. Страх никуда не девается. Только когда он встретился с Давидом, страх исчезнет. Но. Что же все-таки сделал мифе и филосфей? Мифе и филосфей что-то сделал или нет? Сделал. Он увидел себя. Единственное нам, что нужно сделать, чтобы получить милость от Господа, это увидеть себя. Поэтому Павел увидел. Я изверх. Я противник. Апостол Павел прямо свидетельствует о себе. До этого момента, когда он не видел себя, он что-то делал неугодное Господу. И он не понимал, что он даже делает это неугодное. Поэтому мы тоже так часто жили. Мы что-то делали и считали, что это правильно мы делали. Но мы это делали неугодное Господу и даже не понимали. Но когда апостол Павел увидел, я изверх. Я такой человек, который противится. И мне церковь Божия. Тогда он смог соединиться с Господом, и Господь его использовал. Поэтому Мимфимосфей то же самое. Он не мог изгнать страх, он не мог поменять какие-то условия в своей жизни, обстоятельства. Одно только, что ему нужно было, да, прилагать усилия, это чтобы увидеть себя. Вам, чтобы увидеть себя с утра, да, нужно прилагать усилия? Да, а что нужно? Первое, встать, потом второе, включить свет, да, если это 6 утра, а не 12 дня. Третье, это что? Подойти к зеркалу. И там вы увидите себя. Правда, прическа немножко испортилась за мной, да? И запах сорта какой-то появился, да? Надо зубы чистить, правда? Или у вас не появляется? Появляется, правда? И что-то давит тут внутри, да? Надо вдоль и сходить. Получается, мы увидим себя в зеркало. Мы встали, подошли и посмотрели. Если мы этого не делаем, просто встали и побежали, да, в церковь или на работу. Тогда нас увидят другие, правда? В том виде, который мы не хотели. Согласны ли? Поэтому в церкви то же самое. Смотрите, когда вы приходите и вы не увидели себя, то мы видим вас в том виде, который вы не хотели. Особенно и опасны. Потому что у меня очки такие огромные, да, Господи. Как понимаете, приближают тогда, знаете, зуба вот эта, да? Аж все морщины так. Душу так показывает Бог. И кто смотрел на себя и увидел, немножко, да, это что-то чистил, да, что-то причесывался, тот приходит более-менее нормальное увидеть. А кто вообще себя не видит, тот приходит царем и царствовать хочет, да. Это дело не буду, это дело не буду, да. Сто процентов царя. Душа какая? Я буду как Бог. Поэтому мне ничего не говорите, я Бог. Мне поклоняйтесь только. Вот это такой душой приходит человек в церковь. Потому что он себя не видит. Но смотрите, в инфрилосфей долгое время боялся, переживал. Поэтому он думал и увидел себя. И в одном стихе, да, он об этом свидетельствует. Восьмой стихе. Это единственное, что он сделал. Он увидел себя. И поклонился мне в инфрилосфей. И сказал, что такое раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я. Вот это он увидел себя. А Давид ему говорит, а ну быстро маску одень. Ты знаешь, коронавирус сейчас? Ну, тогда, может, коронавирус один был, чума была какая-то, да? Он одевает или нет? Конечно, он одевает на коленях тогда. Я раб твой. Что ты презрел на такого мертвого пса, как я? Он кем увидел себя? Мертвым псом. Понимаешь? Почему мертвым? Всю жизнь я слушал себя до сегодняшнего дня. Я мертвый. Поэтому блудному сыну, да, то же самое. Отец сказал, ты мертвый. И он тоже увидел себя перед этим. Я умираю от голода. Вот если человек, он поймет, без слова Бога, я мертвый, тогда он по-другому слышит. Он слышит слово Бога, как слово жизни. Ни как закон, ни как наставление. Он слышит для себя, как это слово жизни, которое даст мне новую жизнь. Самая большая проблема Адама и Евы какая? Что когда они ели, с дерева познания добра и зла, они умерли духом. Но это даже не самая большая проблема, что они умерли. Самая большая, что они не увидели себя мертвым, а увидели себя на ней. Увидели свои недостатки или преимущества. Первое, недостатки это для нас. Второе, мы можем жить одежду, мы духовны уже, мы можем жить без Бога. Они увидели то, что они нагие. И они уже не видели то, что они мертвые. Если бы они видели, да, мы мертвы, потому что мы ели через слово Бога. Тогда их ухо какое было? Они бы скрывались от лица Господа или бежали к Нему, чтобы Он их оживил? Бежали бы, чтобы Он их оживил. Но они не видели. Поэтому в Библии Бог много раз написал, грешник это мертвый для меня. Это тот, который слушает себя и доверяет себе больше, чем мне, чем Господу. И огромная милость, если человек это увидит и побежит. Когда 18 лет назад я слушал слово, я увидел, я мертв. Поэтому 80% не понимал, что говорит миссионер из Южной Кореи. Но 100% говорил, аминь. Я соглашаюсь, аминь. И слово попадало, потому что аминь. И слово попадало, да. И моя жизнь изменилась. Иногда я думаю, лучше бы не понимали, что я говорю. Серьезно, какой-то язык выучить, да, чтобы вы все не понимали, да. Вот иранцы у нас не понимают. Но им надо говорить аминь. И слово будет попадать в душу их. И слово будет действовать. Это самое лучшее лекарство от всех проблем. Аминь. Аминь. Но проблемы мы понимаем. Даже слишком много понимаем. Поэтому мы фильтруем, да. Что от Господа, что от Господа. Но это кто обманывает? Сатана. Это Сатана обманывает. 100%. Сегодня братья с утра обманывают. Очень интересно. Они молились, я думаю, не общались. Почему? Первая церковь пребывала ежедневно. В изучении слова. В молитве. В общении. И в хлебопреломлении. Помните? Деяльник написан. Один принес микрофонную стойку. А три ищут ее. Там где-то. И не мог найти. Потому что он из зала, где аппаратура, следунжа ее принес. И поставил здесь. А они ищут там. Время тратят. Негде ищут. Ой, кто-то украл микрофонную стойку. Уже охрану вызвали. Уже четвертый человек. Охранники ищут. Я прихожу. И брат тогда, Петя. Пастер, у нас стойки нету. А я смотрю, вот она. Вы видели? Она есть. Но почему-нибудь тяжело и суета вот эта. Сатана обманывает, как будто ее нету. Очень ясно. Понимаете? Не жалко ли. Поэтому первое, что нужно. Молиться. Восходим на стойку. Попрошу тебе стойку. Потом общаться. Брат, я кто видел стойку? Тогда тот брат, который вы за землях сидел, он ее принялся. И не будет переживаний. Смотрите, в таком простом моменте Сатана обманывает. Ну, пришли четыре брата готовить зал. Служить Господу. И дьявол приходит и начинает их обманывать и мучать. Еще охранник прибежал, перепуганный. Думал, ну все, теперь с работы уволят. Стойку украли на мою смену. Тоже смотрю, у него тоже страх уже. Охранника. Врешает. Этот дьявол так обманывает нам. Приносит ту мысль, да, которая неправильная, неправду приносит. И человек страдает из-за этого. Страдает. Поэтому Библия нам показывает, чтобы мы не принимали ту мысль, да, которую приносит дьявол. Как мы можем понять это? Как мы можем тренироваться, чтобы не принимать эту мысль, которую дьявол хочет терзать и мучать нас? Просто четыре вещи. Братья, вы помолитесь перед тем, как готовить зал, первое. Второе, вы общаетесь с тем, что принесет, да. Вообще дьявол не сможет их обманывать. Но я увидел сразу, они не молились, они не общались с тем, что принес друг другом. Просто принимают мысль и бегают уже в один этой мысль. И эту мысль передают охраннику. Даже мне пытались передать. Даже мне. Правда, брат? Он уже не хотел этого делать. Но уже дьявол вошел через эту мысль, его мучают. Поэтому он дальше передает. Как вирус, понимаете? Если вирус вошел, и человек не хочет заражать никого, правильно? Но кашляет. И уже микро, это летит, да, слюна. И уже он заражает других. Поэтому мы надеваем маску, да, сестра? Для чего? Чтобы не заражать других. Мы не знаем. Вы что, тест не делали, правильно? В каком вы состоянии здоровья? Через миф и восфере мы должны увидеть, как дьявол обманывал его. То, что он свою жизнь, всю свою жизнь проводил в страхе. Давайте мы посмотрим. Душа Давида какая? И Давид, он, как мы можем видеть душу человека? Противится он или принимает слово Господа? Он что-то говорит, и по его словам мы видим его состояние души. Он на стороне Господа или противник, да? Поэтому здесь сказал Давид. Не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова, и оказал бы ему милость ради Иоаннафана? Получается, в душе Давида, Давид это символизирует Бога, царя, да? Всегда есть милость, да? Которую он хочет оказать каждому из нас. Аминь. Это в Библии написано. И так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий, не погиб, а имел жизнь вечную. В Новом Завете ясно показано, это душа. Здесь то же самое. Я хочу оказать милость ради Иоаннафана. Не ради того, что Мифовосей хороший или плохой. Есть в него преимущества или есть недостатки. Он хорошо Библию читает или молится, или не знает вообще Библию. Вообще это не влияет на милость, которая есть в душе Давида. И дальше он ищет такого человека. Бог начинает искать такого человека со смиренной душой, который встанет на колени и признает, я раб твой, я мертвый пес. Но такого человека найти нелегко. В основном в мире никто не хочет это признать. Правда? Поэтому Давид начинает искать. Бог ищет, да? Такого человека, чтобы помиловать, да? Который имеет низкую смиренную душу. В доме Саула был раб по именем Сива и позвал его к Давиду и сказал ему, царь, ты ли Сива? И тот сказал, я раб твой. Смотрите, Сива, это символизирует служитель. В доме Господнем есть служитель, да? Который служит. Это Сива, это я. Я получаю слово от Бога и передаю вам. У меня своего нету. Я раб Божий. Тогда Сива пришел, да? К царю. И сказал, я раб твой. И открыл свое, что? Ухо. Чтобы слушать. Смотрите, у раба всегда открыто ухо на то, чтобы слушать царя. А у царя закрыто ухо, потому что он сам царь. Если человек имеет душу, я царь, ухо закрыто. И даже маленькую вещь он не принимает. То, что говорит ему Господь через своего раба. И третий стих. И сказал царь, нет ли еще кого-нибудь в доме Саула, я оказал бы ему милость Божию. И сказал Сива царю, есть сын Иенофан, хромой ногами. Получается, второй раз, смотрите, здесь Давид показывает свою душу. Я оказал бы ему милость Божию. В первом стихе я хочу оказать милость. Во втором он опять это утверждает. Я хочу оказать милость. Душа Господа к нам, он не хочет нас наказывать, он хочет нам оказать милость. Но проблема наша, душа гордая, мы не можем эту милость принимать. Из-за доверия себе. Потому что душа наполнена своим. Я царь. Я как Бог. Дьявол наполнен душу Адама и Евы. Вот этими вещами. Поэтому у них ухо закрылось. Когда они стали как боги, сразу у них ухо закрылось в отношении Бога. И они уже не слышали Бога, слышали кого? Дьявол. И это параллельно, да, бытие, царств и еще и Новый Завет. Вы улавливаете, да? Это одна душа течет во всех этих моментах. Поэтому здесь, в четвертом стихе, и сказал ему царь, где он? Сказал Сива царю, вот он в доме Махира, сына Амиелова, в Лодеваре. Смотрите, вот этот дом, да, Лодевар. Город Лодевар. Это полностью, да, в другом месте. В другом месте находится. Поэтому у Давида есть милость, но Мефивосфей находится в другом месте, поэтому тогда не было, извините, интернета, да, и даже там карточек, чтобы перечислить, да, милость, или землю там передать, да, понимаете? Можно по интернету какую доверенность посылать, или дарственную. Не было такой возможности. Поэтому обязательно нужно было, чтобы Мефивосфей пришел к Гравиду и Давид, и вот покормит, посадит за свой стол, да, и землю ему подарит. Поэтому в духовной жизни тоже одинаково. Смотрите, если мы проводим свою духовную жизнь в другом месте, да, которое полностью отличается от того места, где находится Бог, тогда мы не можем ничего получить от Него. Давайте мы посмотрим. Значит, есть Давид, да, Царь. Давид, это Бог он символизирует, да, у которого есть милость. Много милости к нам, да. Он находится в таком месте, во дворце, да, Иерусалиме находится, допустим. Иерусалим, это Бог, это мир Бога показывает. Так и живет Господь, где Он царствует, где Он приготовил милость, да, хорошее, счастье приготовил, да, счастье приготовил, новую жизнь, да, как хотите, новую жизнь, как хотите, напишите. Я думаю, список мы можем очень понять, что-то про это продолжим. Но проблема, что есть Мимфи-Восфей, всегда мне это сложно имя написать. Мимфи-Восфей, Мимфи, так же, Осьфей, Осьфей, так, и Он живет в каком месте? В Лодеваре. В Лодеваре. В Лодеваре такой город, да? Этот город переводится без слова. Есть смысл, да? Этого города здесь нет слова. Без слова. Без слова, да? Или, как мы можем по-другому? По мысли, да? Получается, он живет по мысли, которые к нему приходят. По мысли. А надо, человеку нужно понять, эта мысль не моя. Это кто-то вложил эту мысль. Здесь Давид, он в Иерусалиме живет, находится, да? Он как живет? По слову. По. По какому слову? По обещанию. Поэтому, смотрите, здесь в первом стихе написано, я хочу оказать ему милость ради Иоаннафана. То есть, не ради того, что мы, да, что-то сделали или не сделали, покаялись или не покаялись, там, да, крестились или не крестились. Не поэтому Бог хочет оказать нам милость, а милость ради Иоаннафана. То есть, что-то есть, да? Что есть? Есть обещание. Давайте мы посмотрим. Здесь вы закладку положите. Первая царств, двадцатая глава, пятнадцатый стих. Немножко назад. Здесь однажды они встретились и Иоаннафан и Давид. Они встретились и разговаривают. Тринадцатый стих. Пусть то и то сделает Господь с Иоаннафаном и еще больше сделает. Если же Отец мой замышляет сделать тебе зло и это открою и уши мои и отпущу тебя, тогда иди с миром и да будет Господь с тобой, как был с отцом моим. Но и ты, если я буду еще жив, окажи мне милость Господню. И если я умру, то не отними милости Твоей от дома моего вовеки, даже и тогда, когда Господь истребит с лица земли всех врагов Давида. Так заключил Иоаннафан завет с домом Давида и сказал «Тазыщит наспой врагов Давида». И снова Иоаннафан клялся Давиду и своей любовью к нему, ибо любил его, как свою душу. То есть у них был заключен завет. То, что Давид никогда не сделает плохо Иоаннафану. Получается, Дух Святой никогда не сделает плохо нашей душе. Аминь. Понимаете? Всегда будет защищать, всегда будет помогать, всегда будет ввести нас в благословение. Поэтому был договор, было обещание, что Давид никогда не сделает, потому что Иоаннафан помог ему в этой ситуации. Поэтому пришло время, когда Давид стал царем, и Давид вспомнил это обещание, это слово, которое он дал, Иоаннафану, что я никому не сделаю плохо с твоего рода. И уже по этому слову Давид он искал этих людей из рода Иоаннафана, с рода Саву. Аминь? Понимаете, да? Поэтому получается в этом месте мир Бога, мир Бога, это мир Бога и мир Бога. Иоаннафан действует слово, обещание. Все происходит по слову, по обещанию. Поэтому в душе Давида такое слово жив. Поэтому он хотел найти этого человека, который из рода Саулова, из дома Саулова, и благословить его по своему обещанию. Но Минфиросфей он жил в Владовале, он как жил по мыслям, он как еще жил в страхе, правда, в мучениях, в мучениях за свою жизнь. Почему? Смотрите, в душе Давида я хочу помиловать, да, есть милость в нему, а это в милости не получается. Есть причина. Почему мы часто ходим в церковь, да, как будто мы с Богом уже живем, да, но не получаем милости. Потому что наше сердце находится в другом месте. Не в мире Бога, где Бог хочет помиловать, а в Ладываре, в мире, где нет слова, где все происходит по мыслям и желаниям наших. Понимаете, да, дорогие друзья? Реагируйте, потому что вы понимаете? Да. Слава Богу, вы реагируете. Если не понимаете, я еще раз объясню вам тогда. Я не понимаю. Это очень важно понять. Поэтому давайте мы посмотрим обратно, вернемся вторая книга царств. Почему же, как оказался Мефлебосфей в этом месте, где нет слова? Вы же не сразу оказались в таком месте, где нет слова. Вы пришли в церковь, вам проповедовали Евангелие, произошло спасение, то есть вы жили, начали жить в мире Бога. Вы были счастливы сегодня, сестра свидетельствовала. У многих есть первая любовь, такие счастливые, ради Ивана я хочу себе отдать, пастыря люблю, любое слово буду принимать, за церковь следовать, да? Такое состояние, вы помните свое? Да. Какое? Это вы жили здесь. Но потом ваша душа ушла, мир, где нет слова, и уже там совсем другая атмосфера. Там страх, мучение, противление, смотрите. Противление есть. Здесь противление есть? Нет, здесь смирение есть. Смирение есть. Я мертвый пес. Смирение есть в мире Бога. Самый смеленный это кто был? Иисус Христос. Он противился отсюда. Стремитесь быть как он. Смиряйте свою душу. Не стремитесь делать чудеса, пророчества. Нет, вы стремитесь душу смотреть. Чудеса пророчества они боятся сами во всю жизнь. Аминь. Смиренно он поет и появилось чудо. Поэтому здесь противление есть. Как он оказался в этом месте? Давайте мы посмотрим. Жил Владеваре, да? Вторая книга царств. Пятая глава, назад. Пятая глава. Сегодня немножко сложно, вам нужно смотреть. Четвертая глава, еще немножко раньше. Четвертая глава, четвертый стиль. Немножко раньше. У Иоаннафана, сына Саула, был сын хромой. Пять лет было ему, когда пришло известие о Сауле Иоаннафане из Израиля. И нянька, взяв его, побежала. Когда она бежала поспешно, то он упал и сделался хромым. Имя его Мифи Василь. Смотрите. Сам Мифи Василь. Он не мог попасть в этот город. Потому что ему было сколько? Пять лет. Пять летний ребенок может переехать? Нет. Вы тоже, когда родились младенцы духовные, вы не можете переехать. Но кто-то перевез его. Кто-то перевез его. И вложил ему мысль. Тебе нужно жить в этом городе. потому что Давид он хочет убить тебя. Он хочет наказывать тебя. Кто перевез его? Нянька. Нянька вы знаете? Возвращая нянька? Ну если фильм будет посмотреть доброе, сказки рассказывает, песенки поет колыбельное. Понимаете? Не матом ругается? Нет. Наркотики учит ребенка принимать. Все, хорошая, кашу кушает, песенку споет, этому дала, этому не дала, рассказывает. Правда, добрая, хорошая нянька, взяла на руки и понесла, да, ребенка. Хотела заботиться о нем, правда? Разве плохо? Видимо, разве плохо она хотела делать? Вот эта нянька, это и сатана. Сатана никогда вам не скажет, что я хочу плохо делать. Это есть сатана, который спрятался в вы. Вид, няньки, я хочу тебе хорошо делать. Главное, ты пастыря не слушай. На служение вовремя не приходи. Библию не читай, конспект не веди, да? И такие дают наставления. Это кто? Нянька. Это не вы, смотрите, не у вас это появляется, это кто-то вкладывает, это кто-то переносит душу человека в другой мир, мир, где нет слова. Если человек это поймет, это нянька, хотя мне очень приятно ее слушать, но она сделает для меня плохо. И она, когда бежала поспешно, то сделала еще его хромым, да? Он упал и стал как и хромым. Но то, что хромой, не проблема, хотя хромая может вернуться, правда? Может хромая вернуться, может быть времени в два-три раза больше нужно, но все равно может вернуться. Проблема, что нянька, когда перенесла молодого, сказала ты здесь пляси, потому что дави хочет тебя наказывать. давид хочет тебя убить. Но на самом деле у давида в душе что? Помимо людей. Поэтому многие люди проводят свою духовную жизнь в Лодеваре, где они думают, что Бог хочет наказывать, где Бог хочет их в ад посылать. Поэтому им нужно стараться, добро делать, заповеди соблюдать, каяться, исповедоваться, чтобы не попасть в ад. То есть Соломо что-то делать. В этом месте, в в Асфере что нужно было делать? Если Слова нет, если есть Слово, то Бог все делает. Правда? А если Слова нет, то самому нужно делать. Самому делать. В основном добро. Самому нужно делать. Самому нужно строить свою жизнь. Самому нужно принимать решения. Это место, где нет Слова. Здесь самому ничего не нужно делать. То, что Дамин говорит, то делает. Аминь. То, что говорит, Дамин и в доме и в доме тоже делает. Поэтому вот это два места. Нянька внушила людям, что им, чтобы получить спасение, получить жизнь, избежать ада и смерти, нужно что-то делать. И они не знают души Господа, что Дамин, Господь хочет их помиловать вообще независимо от их поступков. Даже если наркоман, может, Мифилосфей стал наркоманом, депрессией сидел, правда? Все равно Давид хочет его помиловать? Да? Может, он алкоголиком стал, вина много пил, все равно Давид хочет его помиловать. Может, какие его недостатки, вообще Давид не смотрит, он смотрит только одно, он из Рога Саула, да? И есть что? Обещание. Я обещал помиловать. Поэтому Бог обещал всех людей помиловать через своего Сына Иисуса Христа. Но люди не знают этого обещания. Поэтому Евгий Мифилосфей мучился, потому что в его душе мысль это и есть, смотрите, слово няньки. Мысль это слово няньки. это не та мысль, которая появилась у него. Скажите, у пятилетнего ребенка может появиться мысль, что какой-то там Давид хочет убить из-за моего дедушки. Нет, такой ребенок глубоко не думает. Это кто-то должен ему сказать. Поэтому кто-то вам говорит часто. Нянька говорит, да, приятное слово, хорошее слово, да, и мы принимаем это слово. принимаем эту мысль и наша душа перемещается в Ладоваре. И мы начинаем мучиться, переживать, бояться чего-то. И самое главное, мы начинаем противиться голову, противиться слом Божьей. Вот это самое главное качество, как вам определить, я уже Владываре, я противлюсь слом Давида. И к этому, когда мифросейт там жил, он мучился. Думаю, зачем мне такая жизнь, выйти никуда не могу из этого города. Потому что меня Давид хочет убить, но однажды пришел слуга к нему и сказал. А, еще, смотрите, мифросейт смотрел на себя. Я хромой. На свои недостатки, хромота это недостаток, это порог? Это порог. Он виноват, что этот порог у него появился? Нет. Кто виноват? Нянька уронила. Смотрите, то, что у вас есть какой-то порог, привычка вредная. Кто-то выпил, кто-то наркотики, кто-то матюкается, кто-то еще что-то делает. Порог есть. Вы не виноваты в этом пороге. Виноват сатана. Потому что он, этот порог у вас выросл так сказать. Сотворил этот порог. Нянька сотворила. Поэтому он смотрел на себя я хромой. А в 5 главе 8 стихе что сказал Давид? что хромой не войдет в дом Господень. Разгневался сильно на хромых и слепых. Потому что они противились, что он стал царем. И сказал 8 стих смотрите в конце. посему говорит слепой хромой не войдет в дом Господень. Поэтому нам кажется если у нас есть пороги мы не можем войти в Царство Небесное. Но скажите а сколько было порогов у преступника который висел на кресте? Я думаю страницы бы не хватило. Правда? Сколько порогов было? Но Бог вообще не написал его порогов. Просто одним словом он был преступник. Он увидел себя я достойно здесь вешу. Иисус в итоге ему сказал ныне будешь со мной пройден. Независимо от его порогов. Поэтому многие люди смотрят я не могу идти к Богу потому что у меня есть порог мне надо за это кайцер просить прощения. Сколько бы он не просил прощения извини я хромой. У него и седнет хромой. Если Бог его не сделает как прям не хромой. Только Бог если его не сделает. В Библии написано кто сделает только Господь. Поэтому Бог и Давид вообще не смотрит на наши пороги недостатки. Он ждет чтобы мы только верой приняли его слово которое хочет нам сказать. Поэтому еще из-за этого качества первое это слово няньки которое внушило ему страх которое обман поместило в его душу мысли и второе то что он смотрел на себя у меня есть пороги я хромой а Давид сказал хромой не войдет в дом Господь но смотрите даже есть порог но вот это слово вот это обещание Давида полностью этот порог перечеркивает вообще даже надо видеть Давид хотя такое слово было но когда он Мельфи Васия призвал он его посадил за стол когда за столом все сидят тогда видно кто хромой а кто нет сидя не видно только когда начнут ходить ой это хромой оказался поэтому за стол посадил за свой когда уже не видно его порога поэтому Бог нас спас да и поместил в свой мир уже Бог не смотрит на наши пороки он не видит этих пороков он смотрит только через обещание я помилую этого человека я хочу помиловать душе этого аминь поэтому вас каждого Господь хочет помиловать независимо от ваших пороков не смотрите на себя не смотрите на пороки не смотрите на достоинства смотрите на слово которое говорит Бог и Давид свое слово через кого передав через слугу давайте вернемся к тексту 5 стихи и послал царь Давид и взяли его из дома Махира сына Имиелова и Злодевара и пришел Мефивосфей сын Иоаннафана сын Саула к Давиду и пал на лицо свое и поклонился и сказал Давид Мефивосфей и сказал тот вот раб твой и сказал ему Давид не бойся я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана и возвращу тебе все поля Саула отца твоего и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом что сделал Мефивосфей написано и пришел Мефивосфей получается и пришел это оставил свой путь оставил тот путь путь няньки это путь доверия к себе это путь доверия в себе доверия мысли если он верит мыслям он может прийти никогда смотрите по мыслям наша душа уходит в ладывар где нет слова где есть мучения и страдания следуя за доверием себе мы уходим душой в ладывар из этого мучаемся но есть второй путь и пришел он второй путь это второй путь по слову по слову царя по слову Бога по слову слуги который принес это слово его душа его душа вернулась вернулась в другое место иерусалим где есть милость вот это есть покаяние это наш грех то что мы начали слушать днями подавляем мыслях мыслях но когда мы оставляем этот путь да наставить нечестивый путь свой и возвратиться к Господу тогда что Исаия сказал Бог помилует его вот это произойдет Исаия вообще не связан с этой историей но тоже показывает эту же дорогу чтобы получить милость защиту царя место царя место сына царя нам нужно только одно принять тот путь по слову Господа поэтому здесь написано и пришел в филосфии перед лицом Давида и как с гордой душой настоял и пало лицо свое и поклонился Давиду и сказал вот раб твой как в каком состоянии он пришел в состоянии внука Саула он пришел как раб твой в таком состоянии это смирение правильно смирение пришел или он пришел как внук Саула смотрите привет ты знаешь я внук Саула там есть наследство моего дедушки отдай так пришел нет много приходят богу что требуют от бога ты обязывай мне дать наследство сделай меня богатым здоровым еще дедушки а он пришел как раб ничего не имеющий помилуй меня я хочу тебе служить тогда я хромой получается вот это раб это и есть смирение смиренной душой он пришел к Давиду и Давид когда видел он обрадовался он ничего не требовал ничего не просил он просто стал смиренной душой если мы станем перед богом смиренной душой нам даже не надо ничего просить бог будет все нам давать аминь но часто мы стоим гордой душой и требуем от бога какие-то деяния чудес и знамений мы не получаем потому что мы не стоим как раб удивительно смотрите когда он пришел как раб тем более еще сказал я мертвый пес я мертвый пес потому что не потому что я внук Саула а потому что я жил в Ладе Варе слушая няньку это мертвая духовная жизнь смотрите здесь в Ладе Варе без слова это мертвое мертвость духовная жизнь как вода мои евы когда они слово выбросили и ели с дерева поздания доброй они стали мертвыми без слова было слово не ешьте правда они были живыми потом слово выбросили ихняя душа куда перешла кто перевел ее туда нянька сатана пришел и сказал вы выбросите вы будете как боги здесь вот это душа противления смотрите я как бог я как бог я как сатана жив уже принимая душу няньки он кем стал нянька понимаете нянька посеяла свою душу Давид хочет Адам Ева жили как сатана прятались от бога и скрылся все похоже на песню только уже через конкретную историю через исторический факт мы можем видеть духовный смысл почему бог подробно так объясняет нам это чтобы мы не обманули слушая няньку и ушли из того благословения которое бог нам приготовил и поместил нас получил спасение мы уже родились в Иерусалиме родились свыше нам нужно оставлять такое прекрасное место где есть Давид где он хочет всегда нас миловать где он нас за своим столом посадил где нам землю дал и сказал ты будешь как сын давайте посмотрим здесь десятый стиль всегда будешь ели за моим столом всегда одиннадцатый стиль Мефивосфей ел за столом Давида как один из сыновей царя то есть сидели сыновья царя Мефивосфей вообще это из другого рода но он там все это нас показывает язычникам понимаете мы вообще язычники никогда Бога не верили но когда мы оставили свой путь и по слову мы сели за стол царя по милости Господа и там не видно наших недостатков и пороков за столом царя уже царь на носках всех смотрит это мои дети все со всеми пороками и недостатков аминь я был на лекции нашего пастыря не дал про следжима да и слушал лекцию знаете я сам много раз может сто раз проповедовал проводил эту лекцию показывал студентам этот видеоролик этот раз еще раз смотрел удивительно думает что я могу нового получить зачем я сам это знаю и рассказываю но пастырь добавил еще одну вещь почему там корейский перевод был поэтому я не могу понимаете сто процентов получить получать сколько восемьдесят процентов с этого ролика а пастырь сам корейец поэтому сто процентов получил получил и передал и тогда один момент который вообще я не знал сколько раз читал лекцию я не знал мать она тренировала этого мальчика инвалида который родился без ног ставила его на коврик ходи он еле-еле ходит она брала коврик и дергал и он упал и мама помоги мне мама не помоги не помогала ему вы помогаете своим детям когда они упадут это слово смотрите эта мама даже с ребенка инвалида она сделала призера она сделала сильного человека он читает мои лекции она вот эти трудности дома в комнате создавала сама он еле-еле без ног ходит представляете по этому коврику она еще коврик дергает и он падает и не помогал чтобы он вставал и он каждый раз вставал 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 потом он побежал марафон в 10 лет он пробежал марафон да не в 8 лет он пробежал 10 километров без ног марафон марафон мама мама так тренировала таки трудности создавал свою силу потому что если он не научится вставать терпеть боль на коврике да потом он в этот мир выйдет и в этом мире что будет падение будет обязательно дорогие родители ваших детей падение будет вы не сможете их поддерживать всегда и везде моя дочка уехала в Корею а там падение раз закрыли аэропорт ее не пустили в страну не продлили визу да и депортировать уже хотели я сидел в Украине и не мог ей помочь ничем только Мализа но то что она здесь ходила путешествуя по вере несколько раз в Житомире ночевала на вокзалах да кушала пирожок самый вкусный который бабушка ей дал она проповедовала и бабушка ей дала пирожок это тренировало ее и потом она поехала в другую страну потом еще в третью страну там в изоляторе несколько суток просидела потом в аэропорту трое суток прожила и вернулась как путешествие по вере только неделю в аэропортах я очень благодарен Богу я думаю тогда она я пойду путешествие по вере школьница я думаю зачем ей идти школьники вы ходили путешествие по вере почему вы не ходите пройдете это весна поведет вас в группу путешественников тогда я думал зачем мою дочку отправлять туда на вокзале чтобы она жила она захотела думаю ладно прошло пять лет наверное прошло и она поехала в путешествие уже сама и она вообще не переживала у кого-то взяла телефон звонит я в изоляторе в Гонконге сижу молодец а когда там он не знает потом несколько суток прошло я уже в Корее в аэропорту меня не выпускают когда там он не знает самолеты не летают и так интересно но Бог да это провел поэтому смотрите хотя такие недостатки с чего началось мама она не видела недостатков вот этого мальчика когда она была волонтером в детском доме она пришла и увидела его только глаза она не видела что у него нет ног она знала что у него нет ног но она смотрела только глаза ей понравились глаза ей стало так жалко этот ребенок без ног может быть счастлив его? Нет. Его кто-то возьмет вообще? Вы хотели бы такого ребенка усыновить без ног? Нет. Самого лучшего, самого здорового выбирали. А она сказала, я этого возьму, которого никто, и буду им заниматься, и буду его тренировать. И потом этот стал чемпионом, стал майндлектором, даже на какую-то забор он поднялся в Америке. Мальчик читает лекции, он очень счастлив. Потому что мама его тренировала, она не видела недостатков. Поэтому Бог, смотрите, он тоже наших недостатков не видит, не смотрит. Есть у нас руки, ноги или какие-то пороки, кромы или косоглазые, тоже не смотрит. Он смотрит только душу. Душа готова сейчас принимать слово. Мое слово. Поэтому этот маленький ребенок, мама, вставай! И он, ему больно, он платит, но он принимал слово и вставал каждый раз. Она опять коврик дергает, да? Удавится. Вставай! Какая реакция вот этого мальчика? Мама садистка какая-то. Зачем она меня усыновила, правильно? Такое было у вас? Сто процентов у него такое появлялось. Нет? Когда я наказываю своих детей, они думают, папа нас не любит. Раньше у моей дочки была мысль, да? Когда она стала немножко взрослой, ее больше требовали, ее больше ругать, больше наказывать. И у нее появилась мысль от няньки. Папа меня не любит. А вот сыновей, да, очень хорошо любит, не наказывает, не ругает. И она закрыла душ и много мучилась из-за этой мысли. Сейчас она освободилась. Но эта мысль перешла к среднему сыну. Я сейчас вижу, это, эта же мысль, поэтому он, папа, ты меня не любишь, постоянно ругаешь, постоянно наказываешь, я хочу выбежать в Киев от тебя, да? Вот это думаю. А младший сын, а меня любят, да, меня не наказывают. Но хотя я его тоже наказываю, но меньше. Но для чего? Чтобы крепкую душу, да? Понимаете? Мама так делала, дергала это, покрывала, чтобы он падал, чтобы у нее крепкая душа появилась, и он научился вставать. Научился преодолевать эти трудности. Бог тоже нам так иногда делает так, что мы падали, да? Сталкивались с трудностями, нам было больно, неприятно, чтобы мы научились вставать, чтобы мы слышали его слово. Именно в трудности мама говорила слово, вставай. И он каждый раз, когда аминь, да, и вставал. И в итоге он стал очень успешным и счастливым человеком. Поэтому здесь то же самое. Бог, он не смотрит наши недостатки, он посадил нас за стол, он смотрит только нашу душу. В нашей душе есть смирение принимать его слово или нету? Если нету, тогда падает. Если есть, тогда нормально. Поэтому он сказал, всегда он будет есть за моим столом. Это всегда, это когда. Даже если он ошибается, все равно что? Будет есть. Будет есть. Если он сам решает, все равно что? Будет есть за моим столом. Если даже матом посылает. Извините, да? Давида. Тогда что? Все равно будет есть. Понимаете? Давид сказал, независимо от его ошибок, как его сатана не опанит, я всегда буду ждать его за своим столом. Потому что он, как один из сыновей моих. Он смотрит так на нас уже. Но мы часто не верим в его душу, в его слово, в его обещания. Жрем, веря в мысли, которые внушают днями. Если я согрешусь, я не могу идти к Богу и просить милости. Всегда нам нужно идти к Богу. Но чтобы идти к Богу, нужно иметь смиренное сердце, которое готово принимать, я раб твой, я мертвый пресс. Тогда всегда милость будет течь в нашу жизнь. Аминь. Люди, почему сейчас в грехе находятся? Лодеварь это без слова, это грех показывает. Здесь царство есть что? Грех. А грех, он и приводит к мертвости. Правда? Почему многие люди, где они живут? Почему мы живем в неверии и противении часто? Потому что нянька уносит нашу душу туда. Но через церковь, да? По слову, через слугу, да? Слуга пришел. Церковь. Слуга. Какой путь нам теперь показывает? Абрам. Мир благословит. Аминь. Не церковь уносит вас, Господи, ва. Нянька уносит. А слуга возвращает. Здесь написано так. Смотрите, он сам даже не мог вернуться. Он мог сам вернуться? Поэтому здесь так мягко написано. И послал царь Давид, и взяли его из дома Махира. Пятый стиль. Смотрите, его взяли. И все. И понеси. Он хромой сам. Еле-еле. Долго надо ждать. Поэтому его взяли, как бы поводку посадили и привезли быстрее. То есть он получил помощь от кого? От слуги. Который взял его и в дом, там где находился Давид. Перемьер. Дом милости. Аминь. Сами мы не можем, дорогие наши, братья и сестры. Нам нужно получить помощь. Которую нашу душу вернет. Это помощь Бога. Это помощь слуги. Это помощь слову. Вот ли как? Как? Слуга ему вернуть? Только одним способом. Он передал слово. Ты знаешь, Давид хочет тебя помиловать. Он обещание дал твоему отцу. Он все ему свидетельствовал. Потому что если этого не знают. Ну представляете состояние мифа в осве. Его тащат. А в нём в душе. Меня сейчас будут казнить. Потому что я внук Саула, который против царя. Отец. Поэтому перед этим слуга проповедовал. Слово. Передавал то, что говорил Давид. Поэтому я тоже вам читаю Библию. Передаю то слово, которое Бог хочет поместить в ваше сердце. Не смотрите на себя. На свои пороки. Вы хромые, косые или глухие. Мне это не важно. Даже слепые. Всё равно. Понимаете? Если бы он даже был слепой. Его посадили бы за стол и кормили бы с ложечки. Потому что обещание есть. Аминь. Верьте в это обещание. Это не только Микфивосфейн, Давид сказал. Это каждому из нас. Бог сказал, ради того обещания, которое он дал через Иисуса Христа. Что мы уже получили вечное искупление. Что мы уже прощение грехов всех своих получили. Да, наш прадедушка Адам. Который оставил Бога и противился. Но через одного грех вошел в мир. А через второго что? Жизнь вошла. Которая победила грех и смерть. Понимаете? Только один грех остался. То, что люди не верят в то слово, которое говорит Бог. Поэтому сидят где, владевают. Сидят по грехе. И там сами пытаются что-то решить и поменять. Но мертвый, скажите, мог поменять? Нет. И когда Мифи Васильев признал, я мертвый пес. Тогда сам Давид своим словом все поменял. Блудный сын мог поменять свои условия жизни? Нет. Когда он вернулся к отцу, тогда отец своим словом все поменял. Дайте чистую одежду. Дайте перстень. Дайте обувь. Давайте будем откормлены в теленках. Кушать и веселиться. И пришла радость. Атмосфера в жизни. Блудного сына поменялась. Атмосфера в жизни. Мифи Васильев поменялась? Да это он сидел, прятался. Кто-то стучит. Ого, это за мной уже пришли. Представляете, я всю жизнь так жил. А тут приходит слуга и говорит, ты знаешь, отца не хочет тебя косить. Он хочет помиловать. Он хочет все твои грехи простить. Тебе нужно просто слово принимать. Уже в душе он все простил тебе. Бог уже всем людям простил уже. Через своего сына Иисуса Христа. Потому что Иисус уже заплатил жертвы за век. Людям нужно принять. И тогда душа переместится в мир Бога. Где есть новая жизнь. Это новая жизнь. Это жизнь какая вечная. Это вечная жизнь. Вечная. Это и есть новая жизнь. Которую Бог дает. Которую Давид дал мне философию. Которую Бог дал мне. 18 лет назад. Поэтому я вам всем желаю. Вы принимайте слово. Если вы встретитесь с настоящим слугой Божьим. Обязательно этот Божий слуга перелет вашу душу в мир и милость. Вам нужно принимать это руководство. Последовать за ним. Если вы встретитесь с таким проповедником, который не имеет Слова Божьего. Не имеет Слова Давида. Вы останетесь в лады варе. Вы останетесь во грехе. Вы останетесь в страхе. И вашу душу будет вести противление. Вы сами будете бороться с грехом. Но человек не может победить грех. Если бы мы могли победить грех, то Бог бы не посылал Своего Сына Иисуса Христа на землю. Тогда бы Он сказал, вы побеждаете грех. Вы не грешите. А если не согрешите, тогда просто кайтесь. И будет все нормально. Если бы это возможно было нам, да? Тогда Иисусу не нужно приходить и умирать на кресте. Но Бог точно знал. Человекам это невозможно. Поэтому Он Своего Сына послал. И Иисус Христос отдал Свою жизнь за нас. И Бог дал нам обещание. Что всякий верующий в Него имеет жизнь в вечную. Аминь. Все. Это обещание Бога. Это обещание Енофана. Верующий имеет жизнь новую. Жизнь вечную. Если на Февософе верит в то, что обещал Енофану, он будет иметь жизнь вечную. Просто нужно верить. И Его душа переместится в другой мир. Я всех вас не вижу, да? Которые по интернету слушают. Не знаю. Но вы сами проверяете. Если в вашей душе есть страх. Мучения. Если в вашей душе еще идет борьба с грехом. Значит вы владевали. В мире Бога нет греха. Уже Иисус в мире Бога победил грех жертвою своей. Уничтожен. Аминь. Еврея. Приобрек вечное искупление. В этом мире нет греха. Здесь действует обещание. Здесь действует милость Господа. Здесь все происходит по слову. Но зайти в этот мир может только тот, который имеет смиренную душу. Который принимает слово слуги Божьего. Который увидел себя мертвым псом. Это очень важно. Тогда я мертв. Мертвое написано. Услыша голос Сына Божия. И услышавший. А живут. Пока я живой. Я не слышу. Я слышу себя. И никого кроме себя. Вокруг даже не слышу. Ни жену. Ни детей. Ни братья и сестер. А тем более пастырь. Дьявол скажите. Кого больше голос за глушами. Пастырь. У кого дьявол сильно в душе отсидит. Он за глушами. Знаете. Раньше был голос Америки. Там говорил истину. В мое время. У нас только советские радиостанции. Поэтому мы думали. Капиталисты. Они так плохо живут там. А мы социализм. Так хорошо мы живем. А голос Америки говорил правду. А у нас тут кушать много. У нас тут развитие хорошее. Поэтому были радиостанции. Которые за глушами. Чтобы люди не узнали. Что за границей происходит. Знали только некоторые. В основном чиновники. Которые ездили за границей. На кико встречи. Они знали. Там хорошо живут. Но мы не можем людям дать такую жизнь. Есть поэтому проблемы. Поэтому заглушали. Специальные службы. В армии работали. И они создавали помехи. Чтобы не услышали вот это. Чужую радиостанцию. Поэтому дьявол. Он точно знает. Если вы услышите голос Бога. Тогда вы не сможете уже. Не захотите жить в лодной вагре. Вы захотите прийти к Давиду. Поэтому он больше всего заглушает. Голос слуги Божьего. Ты не слушаешь. Ты не верь. Сейчас он тебе говорит. Хочет тебя к Давиду привезти. Чтобы казнить. Понимаете? А слуга пришел и говорит. Тебя Давид хочет помиловать. Братья и сестры. Через Маханаим. Бог вас хочет помиловать. А кому-то дьявол. Говорит. Не поступай. Не учись там. Не слушай Слово Божие. Не дай Бог тебя помилуй. Живи в лодной вагре. Через строительство молитвенного дома. Бог хочет нас помиловать. Аминь. А кому-то сатана говорит. Нет. Все деньги хочет Бог забрать. И нищим тебя сделает. Это неправда. В Корее все нищие братья и сестры. Они сколько молитвенных домов построили. В Казахстане построили братья и сестры тоже молитвенный дом. Они нищие ли стали? Нет. Наоборот. Уже нет места на стоянке для ваших. Возле молитвенного дома. Еще купили землю рядом большую. Теперь огромный центр хотят строить. На 2000 человек. До этого на 400 человек молитвенный дом еле-еле построили. Сейчас уже на 2000 человек центр рядом хотят строить. Никто не стал. Нищий. Бредный. Наоборот. Бог такого человека хочет помиловать. Давайте будем верить Богу. Давайте мы будем жить душой в царстве Давида. Где он всегда хочет нас миловать и видеть. Он хочет видеть каждый день нас за своим столом. Аминь. Это душа отца. Я сажусь завтракать, обедать или ужина. Я хочу видеть своих детей за своим столом. У кого-то нету. Я о нем думаю. Переживаю. Зову его. Быстрее. Покушаем вместе. Вы тоже так хотите, если детьми покушать? Или лучше их не видеть, да? Нет. В нормальных родителей такой души нет. Любящие родители всегда видят, хотят видеть. Поэтому Давид тоже дал нам всем обещание. Всегда. Хочу видеть вас за своим столом. Как одних из сыновей царя. Поэтому самый любимый его сын – это Иисус Христос. Аминь. Мы тоже как сыновья. Как Иисус Христос за столом. Как мифилосфия. Который порочный. Который от Сарула. От Адама. Который много недостатков нещит. Но Бог все равно нас посадил. Потому что мы уверовали в то, что сделал Иисус Христос. Мы уверовали в то слово, которое принес слуга. И наша жизнь уже находится в мире, Господь. Не покидайте этот мир. Живите там. Вы увидите много милости. Много счастья. Которое Господь хочет каждый день вам подарить. Аминь. Аминь. Мир обещаний. Мир и Слово. Однажды ты нам сказал, что на кресте ты совершил вечное искупление. Это огромная милость. То, что мы получили твою праведность. Твою святость. Помилуй всех. Каждого братья и сестер. Твою святость. Чтобы мы не покидали этот мир. Чтобы мы не слушали тот голос няньки, который уводит нас в мучение и проклятие. Ладевар – это проклятое место. Это место, где нет слова, где нет милости. Где действует страх сатаны. Помилуй нас. Всех людей ты с этого места переведи. И через нас ты показывай им другой мир. Мир милости и благословения. Проводи нашу церковь. Дай возможность построить молитвенный дом. Чтобы больше мероприятий мы проводили. Чтобы мы не платили деньги за аренду. Чтобы через это мы увидели твою славу. Чтобы мы душой тоже перешли и укоренились в твоем мире. Мир милости и благодати. Благослови каждого. Помилуй тех, которые болеют и не смогли сегодня прийти. Всем им подарить здоровье. Чтобы в следующее воскресенье они все могли участвовать на служении. Помилуй тех, кто же кого нянька, сатана, унес в этот мир, мир греха, материальный мир плоти. И их тоже верни в свой дом, Господи. И посади за стол. Молились своими Иисусом Христа. Аминь. Спасибо большое, что вы участвовали. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.